Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Номер 42. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи и эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Теперь показывает, как церковь подобна примеру одного тела, и говорит, все мы, и я, Павел, одним и тем же духом крестились в одно тело. То есть, дабы быть одним телом, ибо мы крестились не иным духом, ты, а я иным. Но одним и тем же, посему и я не имею ничего большего в сравнении с тобой, ибо мы крестились в одно тело. То есть, дабы быть одним телом иудеям, и эллином, и рабам, и свободным. Если же бывших столь далекими дух соединил, то тем более после того, как стали едино, мы не должны скорбеть, хотя и есть некоторое различие между нами. Кажется, он говорит о духовной трапезе, о хлебе и вине, ибо словами дух, напоивший нас, указал на то и другое, на кровь и на плоть. Впрочем, ближе к истине, он говорит здесь о пришествии к нам духа, совершившемся во время крещения, прежде причащения святых тайн. «Сказал напояны, заимствовав образ от деревьев, орошенных одним и тем же источником. Итак, один дух напоил нас и оросил, и соделал единым телом». 1 Коринфянам, 12 глава, 14 стих. «Тело же не из одного члена, но из многих толкований. Не удивляйся, говорит, что при таком множестве мы едино тело. Ибо в человеческом теле при многих членах можно найти одно тело». 1 Коринфянам, 12 глава, 15-16 стих. «Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу?» Толкование. «Представляет члены тела говорящими и ропчущими на то, что они умолены пред прочими членами, для того, чтобы, доказав безрассудность ропота членов, обличить тех, которые в церкви ропчут на то, что есть некоторые больше их. Выставляет два крайних члена, ногу и ухо, и ногу представляет говорящую не с глазом, но с рукой, которая немного преимуществует перед нею. Ухо же представляет говорящим с глазом, ибо мы всегда раззавидуем обыкновенных не тем, которые весьма превосходят нас, но тем, которые немного выше нас. Итак, говорит, если нога скажет, что я не часть тела, потому что не занимает среднего места, как рука, но ниже всех нахожусь, неужели посему то есть, потому что она не рука, не принадлежит она к телу? Ибо быть или не быть ей членом тела зависит не от места, а от того, соединена она или не соединена она с телом. В равном образе, если и ухо скажет, так как я не глаз, то вовсе отказываясь быть частью и членом тела, все равно останется на месте определенном ему вначале и будет выполнять свое назначение. Так и ты, получивший по твоему мнению меньшее дарование, не рабщи, ибо ты член церкви Христовой, хотя и низшая получил место. Но когда сам отделишься от церкви, то разорвешь союз свой с нею, тогда ты уже не будешь членом. Итак, если желаешь быть членом церкви, храни единение с нею. Как сектанты могут называть себя членом церкви, когда возникли, когда церкви уже полторы тысячи лет, и они неизвестно откуда взялись, и новые и новые рождаются. Понятия церкви никакого. Отсюда и видно, что они одержимы духом разделения, вот как те, которые до пана Верон Кореи, 250 мужей, и люди неплохие были. Ну как так-то? Которые были, видели, все, обличали. Они к телу не принадлежат. Златоуст не церковь. А если Златоуст и другие церковь, то они же верили, это не так, как вы. Ни литургии нету, ни таинства, ничего нету. Но и к чему-то пришли-то. Содом. И все, и мы церковь. Да с чего это церковь-то? Вчера не было пять человек, а это шло церковь? Нет. Ну и первые-то они начинают. Это Джон Смит, Елена Уайт, и остальные-то бежи, те, которые начинали. На это надо смотреть. 1 Коринфянам 12 глава 17 стих. Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние, толкование? Поскольку упомянул о глазе и ноге, об ухе и руке, и выставил их рассуждающими о повышении и унижении, а через это Коринфянам опять естественно было прийти к печали, а не к утешению, то теперь показывает, что полезно и нужно, чтобы дарования были различны. Получается, по-сектантски рассуждать, не было глаза, не было ноги, чего-то недоставало, а мы исправили. Когда говорится врата, да, они одолеют церковь. Тут даже рассуждать не о чем. А в церкви вообще нет рассуждения, динаминации, конфессии, нет этих слов. Это дьявол прикрыл слово ересь, еретики. Они никакого отношения к церкви не имеют. И везде, где поминают какие-то, и все там разные, какие-то английские имена, бакмелдеры. Откуда берете? Почему тебе не сказать? Ефрем Серин сказал, или блаженный ироним. Нет, это почему? Потому что церковь не связана никак. Сохрани Бог. А что лучше быть, сектантом или неверующим? Конечно, неверующим. Неверующим намного легче обратить его. А этот утвержден, он у него все есть, он пляшет, скачет. Харизматы. Отошли писятики. Ну, научились там болтать, что попало, валяется. Но этого мало показалось. Теперь харизматы. Ну, и эти разделились. То есть, сатана бьет и бьет их. Вот оно НЛО. Со всех сторон. Толкование дальше. Это прямо к сектантам. Всех отвергли. Соборы, вселенские жития, святых. Все отвергли. А мы церковь. В кавычках. Какая церковь? Церковь сатаны есть. Первая карифона, 12 глава, 18 стих. Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Угодно как? А вы-то откуда взялись? Если не было церкви, не было тела. Вы откуда эти наросты-то взяли-то? Откуда эти бородавки-то наросли? Это я имею в виду секты разные. Полторы тысячи лет не было. Никто так никогда не понимал, что субботу надо праздновать, как адвентисты седьмого дня. А от них другой иконы. Иконы у кого нет, друг от друга отделяются и отделяются. Почему? Сатана просил сеять, как пшеницу. Толкование. С великой силой заграждает уста их, когда говорит, что Бог восхотел. И каждому частности члену определил свойственное место, ибо это значит расположил. Ни нога, занимающая низшее место, не должна скорбеть, ибо так угодно было Богу, и для нее полезно именно то, чтобы помещаться внизу. Ни голова, находящаяся наверху, не должна превозноситься, ибо это от Бога, а не ее дело. Так и в церкви Бог поставил одного низко, что для него и полезно, а другого поставил высоко. Первый должен быть доволен, и последний не должен превозноситься. Первая Коринфянам 12 глава, 19-20 стихи. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Толкование. Примечай мудрость, заграждает ему ста тем самым, что, казалось бы, порождало малодушие, то есть тем, что дарования различны и неравночестны. Ибо если бы не было различных членов, не было бы и единого тела. А если бы не было единого тела, не было бы и равночестия. Ныне же у всех есть равночестие, именно потому, что все соединяются в одно тело. От того, что есть различные члены, составляется единое тело. А от того, что тело едино, всем им принадлежит равная честь, по тому самому, что служат полноте единого тела. Ибо, говорит, членов много, а тело одно. И Господь сказал, я с вами в осенние до скончания века создам церковь мою. И выходит, что в теле чего-то не доставало полторы тысячи лет, и никто не замечал, уродство мысли-то какое. Чего не хватало? Уха, глаза не было. А ты посчитай творение блаженного Феофилакта, Еврема Сирина, блаженного Августина. Сравни со своими бреднями-то и ужаснись. А мы церковь. Ну, так можно что угодно сказать. Мы все генералы голые, как Пугачев говорил. Все цари. Первое, Коринфянам, 12 глава, 21 стих. Не может глаз сказать руке, ты мне не понадобна, или так же голова, нога, вы мне не нужны. Толкование. Укротив тех, которые имеют дарование меньшее, теперь обращает речь свою к тем, которые имеют дарование большее, и превозносятся над не имеющими он их. Ибо говорит, как глаз не может сказать прочим членам, вы мне не нужны, ибо при недостатке одного члена все тело несовершенно. Так и те, которые получили дарование большее, не могут превозноситься над теми, которые получили дарование меньшее, ибо первые нуждаются в последних, так как одни сами по себе не могут устроить церковь. Хорошо сказал, не может, ибо пожелать может и многого, но на деле так не будет. 1 Коринфянам, 12 глава, 22 по 24 стихи. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем по печенье. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив омене совершенном, большее по печенье. Толкование теперь доказывает, что почитаемые меньшими членами и полезны, и необходимы, ибо они кажутся меньшими, а не на деле таковы. Что же это за члены, казалось бы, слабейшие и бесчестнейшие, а между тем необходимые? Одни говорят, что это детородные члены, которые почитаются бесчестными и неблагообразными, но столь необходимы, что без них нет и жизни. И мы прилагаем и чести больше, ибо иной может быть наг всем телом, но не позволит оставить их обнаженными. Другие же слабейшими, но необходимыми членами называют глаза, ибо они, будучи малы, и гораздо слабее прочих членов, весьма необходимы. Бесчестнейшими же и неблагообразными членами называют ноги. О глазах мы прилагаем больше попечения, потому что они слабые. Присматриваем и заботимся о ногах, хотя они занимают низкое место и кажутся бесчестными. Иной может в сих словах разуметь три порядка. Одни члены слабы и необходимы, например, глаза. Другие бесчестные, например, ноги. Иные неблагообразные, например, детородные члены. Да бы кто не сказал. Что за причина прилагать попечения о неблагообразных и бесчестных членах на благообразные оставлять в небрежении? Мы, говорит, не презираем их, но они, будучи по природе своей, благообразны, ни в чем не нуждаются от нас. Если не смесил их и устроил единым, ибо смешиваемое становится единым, то в едином где же большее и меньшее? Не сказал неблагообразным или бесчестным, но менее совершенным, ибо по природе ни один член не безобразен или бесчестен. Менее совершенному, говорит, предал большую честь. Итак, не скорби, ибо ты почтен больше других. Вот и причина, дабы не было разделения в теле, ибо если бы одни члены пользовались уходом и со стороны нашей, а другие были оставлены и без нашего попечения, то они разделились бы между собой, не будучи в силах поддерживать союз, а по разделении их и прочие члены пришли в расстройство по причине разделения в теле. Так и вы, удостоившиеся больших дарований, не превозноситесь над получившими меньше, дабы по отделению их от вас и вам не потерпеть вреда. Когда страница готовится перелистывать, ты заранее еще не дошла, уже ее отодвинь, только перекинула, и все. Все время копаешься, такое простое. Так, 1 Коринфянам, 12 глава, 25 стих. Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Полкование мало говорит того, чтобы члены не разделялись, но между ними должна быть большая любовь и согласие. «И каждый член заботится и пищись о малом и заботиться...» Мне каждый член. Слово «член» зачем добавил? У него нету здесь слова. «И каждый должен заботиться и пищись о малом и заботиться не просто, но одинаково, то есть, чтобы и малый пользовался попечением таким же, как и важный. Так, когда попадет колючка и вонзится в пяту ноги, все тело чувствует и заботится. Голова наклоняется, спина сгибается, чрево и бедра растягиваются, глаза смотрят с большой заботливостью, руки вынимают за нозу. Подобно бывает и с прочими членами». 1 Коринфянам, 12 глава, 26 стих. «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены». Толкование. Тесное единение делает бедствие и благополучие общими. Так как мы сказали, что при занозе пяты все страдает, наоборот, когда глава увенчивается, когда и прочим членам слава и радость глаза бывают светлее и все тело кажется прекрасным. 1 Коринфянам, 12 глава, 27 стих. «И вы тело Христово, а порозны члены». Толкование. «Да вы не сказали, как относится к нам пример тела и членов, говорит, «И вы тело Христово и члены». «Если же в теле человеческом не должно быть распри, то не тем ли более в теле Христовом? поскольку же не они только одни составляли полноту тела Христова, но верующие, сущие по всей вселенной, то прибавил, порознь члены. Хотя они не составляли всего тела, однако были членами и притом порознь. Ибо в отношении к вашей церкви вы тело Христово, как целая церковь, а по отношению к соборной церкви, сущий по всему миру, тело, которое состоит из повсеместных церквей и имеет главы Христа. Вы члены, поскольку часть ее. 1 Коринфянам 12 глава 28 стих. И иных Бог поставил церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки, толкования. Бог поставил, как же ты противишься Богу? На первом месте ставят апостолов, потому что они раздаятели всех благ. На втором пророков, не ветхозаветных, ибо они пророчествовали о пришествии Христовом до Иоанна. Евангелие от Матфея 11 глава 13 стих. но тех, которые по пришествии Христовом порочествовали в Новом Завете, каковы были дочери Филиппа, Агав и множество других. В-третьих, учителями. Когда спрашиваешь еретиков, кто апостолы, перечисляет, во-первых, во-вторых, пророками, ну агава назовут дальше в-третьих, опять апостолов перечисляет. Вот тут понятно, что он поставил учителями, поставил, они их отвергли, отвергли, значит, они никто. Учителей-то нету. И никогда не приводят Василия Великого, Григория Низского, Веронима, Средо, ни одного не знают, они даже не знают. А зачем? В 11 книг неканонических выбросили. То есть их сразу за версту видно, что воняет ересью. И святые отцы никогда так не верили, как еретики. Ибо сия благодать Духа была обильна в каждой церкви. Полагает с чётом, во-первых, во-вторых, для того, чтобы, поставив на конце дар языков, смирить тех, которые превозносились им. Пророк всё возвещает от Духа, а учитель и от себя, посему он третий, силы больных исцеляли и противников наказывали, а дарование исцелений только врачевали. Посему первый он поставляет выше последних. А прежде обоих сих по справедливости поставлен учитель, который учит делом и словом, то есть воспоможение слабым и управление или распоряжение братским имуществом. Главное воспоможение, я говорю, а что такое воспоможение? Ну вот, когда надо получить Духа, Духа, чтобы заговорил, гласолалия. И поэтому специальный человек, вот мы в таком-то городе имеем, там кто-то, старец, еще к своей старце приезжает. Я говорю, и как делать? Ну он так вот руки поднимет и говорит, говорит, Дух, приди. Только говори непрерывно, час, два, одно и то же слово. Дух, приди, Дух, приди, Дух, приди. Я, говорит, не выдержал. И говорю, Господи, дай мне Духа Святого. Он сразу руки убрал и говорит, не получишь ничего. То есть ничего там куча демонов. Во имя Христа собраны Духом Святым. Эти условия это не соблюдается. Дальше. Хотя это зависит и от нашего старания, но он называет дарования Божиими, убеждая нас быть благодарными и к Нему взирать, а не превозноситься. Дар этот поставил последним, дабы смирить тех, которые тщеславились им. Первое кориффи, нам 12 глава, 29 стих. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Толкование. Когда по порядку перечислены большее и меньшее дарование, им, естественно, было опечалиться. Посему тех, которые имели меньшее дарование, опять утешает. Что говорит тебе с хабеть, что ты не имеешь, может быть, дара пророчества? Представь себе, что у тебя есть то, чего нет у пророка, и что есть у того, того нет у этого. Для вас прилично и гораздо полезнее такое распределение даров, чтобы каждый нуждался в ближнем. Первое кориффи, 12 глава 30-31 стихи. Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Толкование. Тайно намекнул, что сами они виноваты, что получили меньшее дарование. Ибо словом ревнуйте требует старания с их стороны и большего стремления к духовному. По-гречески не сказано больших, но лучших, то есть полезнейших. Если вы решительно или возревнуете о дарах, то вместе с теми путями на это указывает слово еще. Я покажу вам один путь превосходнейший, то есть превосходный, который приводит ко всем дарам, разумеет же любовь. Первая кориффина, 13 глава, 13, первый стих. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Толкование апостол не тотчас указал им путь, но наперед сравнивал его с тем даром, который они почитали больше. То есть с даром языков и показывает, что этот путь несравненно превосходнее сего дара и даже всех прочих даров, а потом уже доказывает его вожделенность. Под языками человеческими разумеет языки всех народов вселенной. Недовольствуясь этим, он прибавляет и другое преимущество. Языками говорит ангельскими, сказав так не потому, будто ангелы имеют языки, но чтобы указать нечто лучшее и превосходнейшее языков человеческих. Ибо под языком ангельским, разумеется, мысленная сила их передавать друг другу божественные помыслы. А назвал ее так по подобию нашего орудия слова, равно как и выражением преклонилась всякая колена небесных. Филиппийцам 2 глава 10 стих обозначил усерднейшее их подчинение, ибо они не имеют костей. То я, медь звенящая, то есть сдаю голос, но напрасно говорю и тревожу других, но пользы никому не приношу, потому что любви не имею. 1 Кориффернам, 13 глава, 2 стих. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Толкование. Непростое пророчество, но самое высшее и знающее все тайны. Примечай же о языках сказал, что от них нет никакой пользы, а о пророчестве, что оно знает все тайны и всякое разумение. Дабы перечислять дары поодиночке и не показаться тягостным, перешел к роднику и источнику всех их, к вере, притом всей. Поскольку переставление гор казалось многим великим делом, то и упомянул об этом, а не потому, будто вся вера только это и может совершать. Ибо Господь усвояет представление гор малой доли веры, когда говорит, если вы будете иметь веру с горщичное зерно. Евангелие от Матфея, 17 глава, 20 стих. Смотри же, как он пророчеством и верой обнял все дары, ибо чудеса заключаются или в словах, или в делах. Не сказал, если не имею любви, то я мал и беден, но я ничто. 1 Коринфянам, 13 глава, 3 стих. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на всожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Толкование. Не сказал, если я отдам часть имения моего, но все. И не сказал, если я отдам, но раздам, так что к утрате присоединится еще услужливость, при том самое заботливое. Не сказал, если я умру, но представляет жесточайшее всего, то есть сгореть живому, и говорит, что и это без любви бесполезно. Скажет иной, как можно раздать имение без любви? Такому можно ответить двояко. Или, апостол предположил невозможное, возможным подобно тому, как в словах, если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать во мне и то, что мы благовествовали Галатам 1 глава 8-9 стихи. Ибо ни сам он, ни ангел не думали благовествовать о иное. Так он выражается и в других местах. Римляна 8 глава 39 стих. Или можно давать и без любви именно, когда бывает это не из сострадания к нуждающимся, но и человека угодия. С любовью же бывает это тогда, когда кто творит это по сочувствию и горячей любви. 1 Коринфянам 13 глава 4 стих. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Толкование. Отсели начинают перечислять признаки любви, и первым между ними полагает долготерпение, корень всякого любомудрия. Ибо долготерпелив тот, кто имеет долгую великую душу. Но поскольку некоторые употребляют долготерпение не на любомудрие, а часто смеясь над своими оскорбителями и притворно сдерживаясь, будто люди долготерпеливые, доводят их еще до большего раздражения в гневе. То говорит, что любовь милосердствует, то есть проявляет нрав кроткий и не злобные, а не как помянутые люди, притворные и злонравные. Сказал это насчет тех между коринфянами, которые любили спорить и тайно враждовать между собой. Иной может быть и долготерпеливым, но завистливым. Но любовь избегала и этого. Сказал это насчет завистливых между коринфянами. Любовь не поступает безрассудно, но делает имеющего ее благоразумным и твердым. Превозносится же человек мечтательный, легкомысленный, глупый. Это сказано насчет легкомысленных и поверхностных. Можно иметь все вышесказанные добродетели, но не гордиться ими. А любовь не имеет этого, но и при помянутых добродетелях смиренно-мудро. Это против надменных. 1 Коринфянам 13 глава 5 стих. Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Толкование. То есть любовь не только не гордится, но если будет испытывать и крайние бедствия за любимого, то не сочтет этого постыдным и бесславным для себя. Подобно тому, как и Христос из любви к нам не только претерпел бесчестное распятие, но и вменил он и слава себе. Можешь понимать и так. Не бесчинствует, то есть не обижает, ибо ничего нет постыднее обидчика. Это против не снисходящих другим. Объясняет, каким образом любовь не испытывает бесчестия. Потому говорит, что она ищет не своей, но пользы ближнего. И то почитает бесчестием, когда не освободит своего ближнего от бесчестия. Это против тех, которые презирали прочих. Любовь и не раздражается, потому что не бесчинствует. Ибо человек гневливый не соблюдает благоприличия. Любовь не бесчинствует, потому что им не раздражается, то есть не спешит на гнев. Это против оскорбляющихся обидами других. Любовь говорит, претерпевая всякое зло, не раздражается на гнев. И не только не делает зла в отомщении, но и не думает об этом. Смотри же, везде не говорит, любовь завидует, но останавливается, раздражается, но преодолевает. Но говорит она никому злу решительно не попускает показаться даже и в начале его, как и здесь, не мыслит зла. И это сказано коринфянам, чтобы они не платили за обиду обидой. Все. Ты не передвигай ее, только так выключи, а потом опять давнешь и проверь.